Крестный ход Участники крестного хода только начинают движение из храма, а на центральной площади нашего города уже собираются кандалакшане. Участие в акции «Бессмертный полк» для многих уже стало традицией. В руках портреты героев, дедушек и бабушек. Воины, защищавшие родину вместе с потомками, снова в строю. Я участвую не в первый раз. В честь 9 мая мы пошли с нашими прадедушками. Бабушка рассказывала, что они ушли на фронт и вернулись живыми. Это Андрей Андреевич Беззубко. Он воевал около села Мясоедово. Он стрелял в упор на врагов, стрелял прямым попаданием, был младшим сержантом на войне. Он дожил до 1999 года. Всегда приходим к 9, и мы дисциплинированные, скажем так. С какими вы всегда чувствами собираетесь? Плачем всегда, конечно. С гордостью. С гордостью. За нашу победу. Расскажите, пожалуйста. Ну, это мой дедушка, Шпаков Егор Титович. Родился он в Белоруссии, Дребенский район. Ушел на войну, попал в плен, бежал из плена. Я после войны вернулся в родную деревню, где его семья была расстреляна. Бабушку мою расстреляли за связь с партизанами. И мой отец попал в детский дом, воспитывался в детском доме. Ну, а дедушка умер от ран в 1946 году. Миллионы историй, бережно хранящиеся в семейных архивах россиян, пример мужества и стойкости нашего народа, беззаветной любви к своей родине, к своей семье. Мой отец, он не только ветеран войны, а он еще и после войны трудился все время в локомотивном депо Кандалакши. И там достиг хороших, больших успехов. А на фронт ушел 18 лет в 1942 году. И служил на танке. На танке до Берлина дошел. И вообще нашли мы в этом самом, как сейчас в архивах, приказ 44-го года о награждении его медалью за боевые заслуги. И там написано, что он руководил взводом, очень так это самое активно, да. Сам лично убил сколько-то там, 7 фашистов. Потом взяли в плен еще много. За это был награжден медалью. Как представлю, 20 лет было ему в это время, да. И вот штыковые атаки с фашистами, вообще, конечно. Приехали к тебе мы, родной наш человек. Лисинос-то место, где ты уснул навек. Мы знаем, ты нас слышишь и видишь с высока. Ответить нам не сможешь, так пропасть глубока. Нет глубже бездны этой, и шире нет ее. Чтоб дочь и внуки жили, шагнул тогда в нее. Мир очень изменился и стал уже другим. Не изменился подвиг, который совершил. Уж внуки повзрослели, переросли тебя. Ты молодым остался теперь уж навсегда. Простой солдат России на фото взгляд застыл. В простой обычной кепке врага остановил. Мы знаем, что ты сделал, когда упал в бою. Грудью защищая родину свою. Тебе за все спасибо, родной наш человек. Тебя мы будем помнить теперь из века в век. День Победы – праздник один на всех. Тех, завоеванный нашим народом в жестокой схватке с фашистами. Цена победы – цена свободы. От коричневой чумы миллионы человеческих жизней. Разрушенные города, выжженные дотла села. Прошло 74 года, а страна помнит. О тех, кто пал в бою, был замучен в концлагерях, погиб в блокадном Ленинграде, трудился день и ночь в тылу. Страна помнит тех, кто мерз в окопах, участвовал в партизанском движении, кто участвовал в танковых сражениях и воздушных боях. Тех, кто поднимался в атаку и бил фашистов, на морских рубежах. Миллионы историй героизма – летопись нашего народа. С кровавых непришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Честно сказать, мы в этом году хотели чуть-чуть пройти и уйти, а вот теперь не хочется, до конца решили идти. Расскажите, пожалуйста, о человеке, который на вашем портрете... А это моего мужа, папа, мой тесть. Он с первого дня ушел на фронт, с первого дня. Потом был сильно ранен. Два года лежал в госпиталях. А потом снова пошел на фронт и почти до Берлина дошел. И закончил уколы Берлина. Вот видите, иду с дедушкой, с моим. Конечно, да, он умер, когда я уже была довольно взрослая. То есть, ну, на самом деле, как и многие ветераны, не очень любил рассказывать. Но мы знаем только, что он был снайпером. Вот, и рассказывал некоторые истории, которые, вот, да, что он отслеживал, отстреливал снайперов вражеских. Так что, да, поучаствовал. Грежик Андрей Савич – это дед моего отца. Он воевал на Корейском фронте. Все, что мне о нем рассказали. А вот этот отец, дедушка моей мамы, Георгий Яков Васильевич Германов. Он дошел до Берлина. У него есть медаль за взятие Берлина, два ордена Красной Звезды. Он служил в связистских войсках. Да, был. Бессмертный полк – патриотическая акция, по-настоящему народная и словно не знающая времени. В один день она объединяет совершенно незнакомых людей. Все потому, что нет в нашей стране семьи, которую бы война не опалила. В этом году Красная Армия освобождала город за городом. Освободила Крым и Севастополь. Освободила Минск и Петрозаводск. Сняла блокаду Ленинграда. Защитники Заполярья полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков в Кольский полуостров. Колонна бессмертного полка прошествовала до городского мемориала, на гранитных плитах которого высечены имена защитников Заполярья. Тех, кто сложил свои головы, стойко держа оборону на рубеже Верман. 9 мая. День Победы для жителей нашей страны. Эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память. Это наша история, наша боль и надежда. Победы для жителей нашей страны. Победы для жителей нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки